Всем привет, мои дорогие! Сегодня у нас новая мотивация. Как обычно, много времени провожу на кухне. Предстоит много дел. Сегодня у меня в распоряжении рыбка. Две тушки щуки. Я их сейчас разделываю. Рыб решила не готовить сегодня, а вымыть и отправить в морозилку. Уже до следующего раза, потому что только на днях готовила рыбу. И сегодня как-то не очень хочется, скажем так. Да и вообще по плану у меня сегодня приготовить пиццу. Запланировала заранее, поэтому решила не отступать от намеченных целей, а уже сделать пиццу. Кстати, о пицце. Захотелось ее приготовить с вялеными томатами. Вы все видели, что недавно, ну как недавно, где-то уже месяц назад, наверное, я готовила вяленые помидорчики. Сушила их в сушилке, затем мариновала, и они у меня в холодильнике находятся. Собственно, томаты вяленые я храню не только маринованными в масле, но также у меня еще есть запасы и в морозилке. Сегодня как раз-таки я посмотрела, что уже полочка с банками прям такая большая в холодильнике образовалась. Нужно эти баночки потихоньку, скажем так, опустошать. Поэтому я решила доставить вяленые томаты и приготовить с ним пиццу. Тоже не могу отметить, что тесто я вот люблю использовать свое любимое, свой любимый вариант. Это дрожжевое тесто на воде, никаких яиц ни в коем случае. Дрожжи, вода, мука, соль и растительное масло. Ничего лишнего. Тесто получается просто великолепным. Самое главное правильно его вымесить и использовать качественные дрожжи, конечно же. И пицца, ну, порадует 100%. Тут, кстати, я привезла урожай еще с дачи. Боярышник вот сейчас идет прям активно. У нас огромное дерево боярышника. Вот, правда, без преувеличения оно очень высокое и большое. Мы каждый год его подрезаем веточки, потому что, ну, получается, большая часть дерева, она как бы находится на огороде, на участке, где у меня обычно растут томаты, огурчики. И поэтому, получается, тени. Вот, чтобы тени этой не было, мы обрезаем дерево. Но урожай каждый год очень хороший у боярышника, поэтому я его замораживаю, а в этом году еще и сушу. Так что запасы в самом разгаре. Вот, видите, позади стоят две чаши. Я их уже вымыла. Вымыла боярышник, обрезала. И вот он готов к заготовкам. В заморозку и в сушку. Также я еще решила приготовить борщ. Борщ делаю с борщевыми заправками, которые тоже заранее заготовила. Вот они значительно облегчают жизнь. То есть мне не нужно особо долго там что-то нарезать, шинковать, обжаривать. Все готово. Остается только отправить в кастрюлю. Для кого вообще подходят все эти запасы, да, заготовки? Вот лично мое мнение, это идеально для больших семей. Когда семья большая, нужно готовить какие-то объемные блюда, разнообразные. Стараться подстроиться под вкусы каждого. Всегда ведь хочется нам, да, но не всегда получается. Но, тем не менее, нужно пытаться, чтобы всем нравилось, всем угодить, можно так сказать. Поэтому я всегда делаю разнообразные запасы. Заморозки, консервация, сушка. В общем-то, много всего у меня. И это использую уже при случае. В параллеле, конечно же, я навожу порядок на кухне. Но как без этого? Я уже говорила вам, что стараюсь всегда после приготовления блюд оставить кухню в достойном таком виде. Ну и во время готовки также ненужную посуду, то, что скапливается, я всегда мою, чищу и убираю, чтобы под руками все это не находилось и не мешало особо. Так как кухня у меня все-таки маленькая, и поэтому пространство освобождать приходится. Тоже возникают вопросы в комментариях по поводу сушки различной продукции. Ну вот сегодня расскажу, наверное, про боярышник, так как сушу его, и также еще яблочки. Тут вообще все просто. Боярышник сушится очень долго. Сушу лично я его при температуре 60 градусов. Сушу где-то часов 12. Даже бывает, что вот 5-6 часов посушила, сушилку отключаю, допустим, на 2-3 часа, затем снова включаю, то есть дальше досушиваю. Бывает, что полным этапом сушу. Ну то есть как бы каждый выбирает сам для себя идеальный режим готовки. Что касается яблок, они сушатся гораздо быстрее. Мы их нарезаем дольками на небольшие части, они просушиваются быстрее. Получаются такие вкусные, полезные яблочные чипсы. Я их использую по-разному. Можно просто есть сушеные яблочки, это очень вкусно. Все, конечно же, еще так же зависит от конечного итога сушки. То есть в зависимости от того, какими яблоки получили. Слишком сушеными, такими твердыми, либо же слегка мягкими. Ну и, конечно же, это тоже влияет на время хранения. Сколько вы хотите хранить яблоки. Лично я храню вообще любую свою сушеную продукцию. Будь то боярышник, яблоки, ягоды какие-то, морковь, перец. Да все что угодно в стеклянных банках. Очень важно хорошо все досушивать. Вот прям это очень важно, чтобы не оставалась какая-то сырая продукция. Потому что все это потом начнет попросту покрываться плесенью, портиться. И чтобы этого избежать, нужно хорошо сушить. Как правило, обычно делаю различные миксы из уже высушенных продуктов. То есть мне нравится делать заготовки для компота, к примеру. Также какие-то овощные запасы, которые можно просто набором взять. Использовать для приготовления супов, вторых блюд. Ну, в общем-то, по желанию, по необходимости. Поэтому сушу хорошо, как уже сказала ранее. Миксую и также в банках храню. Что касается пастилы, то вы также видели, сушеную пастилу я храню в коробке. Очень важно хранить в бумажной коробке, в картонной. Чтобы был воздух, чтобы все равномерно циркулировалось. И также два варианта лично у меня. Это в пакетах. Также даже три, наверное, получается. В пищевой пленке и в пергаментной бумаге. Какой из этих вариантов лучше? Я вам честно сказать не могу. Мне нравятся все. То есть что у меня под рукой находится? Пергамент, пакеты. Либо же пищевая пленка. Я все это использую. И во все это упаковываю свою продукцию. И отправляю в коробочку. Съедается у нас это, конечно, все быстро. Но так как я готовлю часто, что у меня в запасе очень много всего. И всего разнообразного. Поэтому то, что я еще заготавливала даже в середине лета, у меня еще хранится в конце лета. И также вот заготавливаю сейчас. То есть все это есть в таком разнообразном виде. Но лично я использую не только сушку. Мне нравится еще и заморозка. Поэтому даже сейчас часть боярышника я отправила в морозилку. Также из этого боярышника я готовлю компот. Можно бросить в чай несколько штучек. Но это уже по желанию. Боярышник он, в принципе, очень полезный. Да и, собственно, любые фрукты, ягоды, они полезные, вкусные. Поэтому их нужно правильно сохранять. Тут, кстати, я сейчас нарезаю мясо. Вообще по плану было приготовить из него фрикадельки в соусе. Но потом я передумала, потому что действительно большой сегодня такой загруженный объем работы на кухне. И я решила это мясо отставить на завтра. Просто подготовить, порезать. И уже на следующий день буду из него готовить. Но у меня уже, собственно, и тесто для пиццы подошло. Поэтому тут все в процессе совмещается. Духовка прогревается. И пицца создается, скажем так. Я решила сделать два разных варианта. У меня домочадцы любят с мясом пиццу. Поэтому, конечно же, начинка будет одна мясная, а вторая овощная. Вот вторая как раз таки для меня. Для меня в том плане, что я такую люблю. Но это не значит, конечно, что я целую большую пиццу съем. Потому что она получается большой и очень такой вкусный и сытный. И также я еще приготовила тыквенный пирог. Все, мои дорогие, с вами скоро увидимся. Пока!